всем доброго времени суток сегодня я покажу как проходить плекс 10 из 10 гуристов это номерной плекс гуриста самой высокой сложности значит проходить будем на т3 крузере локи моторском начнем с фита мы находимся уже в системе там где у нас находится плекс поэтому я уже перефитился с перегонного фита в боевой значит по мид слотам все понятно два медиум шоу бустера тайповских делается для того чтобы не ставить один ларджовый и усилитель накачки чтобы избежать большие потребности в цепи значит две затычки на кинетик 1 на термал бэшка батарейка это хэви мислы это не ассалты не хамбловый локи значит риги 1 на кап для капстаба и 2 риги соответственно 1 на дальность ракет потому что у локи не имеет бонуса на дальность и нам нужно летать вне рейнджа останки мои скиллы по крайней мере не позволяет у меня ракеты не перфектно выучены и 2 рига на присижим значит условно три балкона дал слоты это я думаю понятно значит и соответственно необходимо иметь вот такой вот сет имплантов плата на характеристики естественно по желанию вот 5 процентный плант на цифру потому что иначе этот вид не влезет минимально на четверку надо ставить плату на 4 процента вот это если у вас сельские вы вообще все перфектные на ракеты на шубу и настали на остальная инженерка вот значит и сет имплантов на ракеты это на скорострельность на сигнатуру взрыва на скорость взрыва и на дома вот собственно говоря варпаем на наш плекс вот пожалуйста здесь можно почитать это 10 из 10 гуристов сейчас я буду показывать конкретно какие ворота куда идти значит чем заключается собственно говоря сложность этого плекса заключается именно поиски ворот нужных но они давно уже всем известны вот лабиринт собственно говоря плекс называется лабиринт мы из на по-английски поэтому здесь будет много ворот поэтому мы включаем режим отображения тактический да и проходим первым воротом выставляем корабль чтобы у нас ворота расчет расческой да по которому варпаем на 12 часов смотрели заходим в первый карман заходим первый карман и получаются ворота которые нам нужны вот эти они смотрят на 8 часов выбираем их переходим вот такой вот режим отображения получается по если смотреть по горизонтальным плоскостям эти ворота находятся в самой нижней плоскости лочим поинты сетки убиваем ракеты используем precision персики чтобы они лучше попадали по мелочи мелочь в среднем с моими скиллами отлетает за пять залпов вот поэтому если навыки в перфект наверно будет все-таки поменьше вот залпов требоваться для того чтобы отлетали именно фракционные фрегаты так значит остальное непись в кармане мы не трогаем такая же схема у нас будет и во всех последующих карманах мы не трогаем основную непись двигаемся только к нужным воротам и отстреливаем собственно говоря все сетки и поет и которое на нас ложатся поэты отстреливаем чтобы отварпать сетки отстреливаешь при быстрее дотопить до ворот в некоторых случаях сетки можно будет не отстреливать если вы будете попадать так что вы при ворпой тиккинсте ворот то у вас будет возможность отварпать сразу вам надо будет отстрелить только пойти если они успеют на вас лечь значит пока пока все это происходит пока мы топим от варпу расскажу немножко про перегонный фит перегонный фит мы меняем две подсистемы это бы вместо в эклиметра и собственно говоря adaptive defense нода мы ставим коверклочную подсистему и interdiction nullifier нужно чтобы корабль имел публиходность коверклочная подсистема нужна чтобы мы могли пользоваться собственно говоря коверклокой также я меняю еще лоу слоты вместо трех балконов я оставлю одну на нафибу один ёжик инерт стаб и один варп стаб вот это увеличивает агильность корабля и мы быстрее от варпываем от гаек значит вот мы прошли здесь ворота заходим в следующий карман опять выставляем чтобы у нас расческа смотрела на 12 часов примерно до пока можно перезарядить если вдруг придется отстреливать много мелочи заходим в карман вот мы зашли и вот ворота которые нам нужны они смотрят опять же на восемь часов получается вам вам по горизонтальной амплитуде вот они как-то так находится это где-то 5 они получаются сверху вот собственно говоря сейчас нам повезло по этой или глина нет ли беги легли поинты сейчас мы уже в инсте расчески поэтому отстреливаем только поинты то есть сетки можно не отстреливать они только помогут нам быстрее от варпать здесь также всю непись не трогаем потому что если трогать непись да если есть желание получить банки со всей неписи идут в каждом кармане то прохождение будет занимать где-то около двух часов я сам этого не делал никогда не проходил то есть я сразу же начал глицевать лабиринты но по тем видео которые я смотрел по тем слухам которые я слышу то что рассказывали люди это занимает это около двух часов но это абсолютно не нужно непрофитно вот значит проходим по гайке по расческе значит первые два кармана в принципе ничем первые три даже кармана ничем не знаменательны абсолютно значит знаменателен у нас только четвертый карман там есть джам поэтому если вы проходите на ракетном корабле они на дроновом у вас есть некая проблема если вы падаете пермоджам то вы можете простоять там все восемь циклов как бы девять циклов бывает народ стоит и по десять циклов поэтому существует такая вот проблема на дроновых кораблях дроны первыми начинают правильно всегда джамищие корабли поэтому там попроще с этим делом так и вот наши ворота опять получается на 8 часов если у нас просто сбоку на все это посмотреть они получается на 9 это самые нижние самые левые ворота то проходим по ним собственно говоря здесь чаще всего мы лицуем этот карман вообще никого не убиваем но бывает так что и здесь подхватывают так ну и собственно говоря сейчас будет четвертый карман включаем двигатель с джамом обязательно необходимо во время прохождения 10 из 10 виды и любого я думаю плекса проверять подскан на наличие комбаток чем необходимо смотреть пока я просто уверен что из никого нет так и вот мы бы пришли нас интересует ворота которые смотрят на три часа мы быстренько нажимаем с большим желанием того что у нас сейчас не успеют подхватить и упасть и мы не упадем джам да и у нас получается да все могло быть иначе как бы нам мог мог лечь поинт сетками да и там четыре или пять грузаков начали бы нас джамить и возможно мы бы получили сразу пермоджам и несколько циклов бы стояли до того момента пока мы сможем залочить и начать отстреливать наши поинты вот заходим последний карман последний пятый карман здесь нам необходимо сделать следующее мы попадаем сразу в инсту к четырем батареям с сетками нам необходимо их сразу же отстрелить и также отстрелить всю мелочь которая будет пойти нас и сетковать то есть вот мы приходим в инсту сразу же так я начинаю топить противоположную сторону от станции начинаю топить параллельно лучше все вырезаю сразу смотрим какие у нас еще фрегаты нас еще понятят или сеткует мы их сразу же срезаем всех максимально быстро так и по приварку соответственно нас ждет пачкой элит фрегатов которые будут нас пойти десятковать и также есть еще другая пачка элит фрегатов вот она она находится где-то здесь от нас танкой и момент когда мы приварку начинают топить к нам соответственно для того чтобы положить на нас сетки и поинты тоже и можно от них уезжать так 54 километра можно брать орбиту вокруг станки включать обвешку и просто отстреливать мелочь значит соответственно можно проходить как можно отстреливать всю мелочь которая вас держит в принципе и собирается держать да то есть все поинты и сетки в кармане в принципе можно отстрелить только те что есть по приварку соответственно если вам повезет вы успеете вытопить вот но это если вы проходите на тенге попозже объясню почему вот вы вытапливаете из-под всех поинтов и сеток собственно говоря те которые на вас хотят положить именно топит пачка элит фрегатов вот уезжайте от них и просто катите их вы ездите на башке просто катите эту мелочь но соответственно там есть свой нюанс то что нельзя провафлить момент чтобы они вас догнали допустим когда вы начнете делать какие-то маневры помимо как обидеть станку да и не положили на вас все свои сетки и поинты просто тогда существует вероятность того что вы просто перестанете танковать дпс который у вас заходит под сетками вот поэтому я на всякий случай отстреливаю все все поинты и все сетки в кармане значит после того как мы справляемся со всеми элит фрегатами мы лочим станку включаем фьюри ракеты то есть не precision и начинаем долбить станку на станку у меня выходит три быка то есть я отстреливаю три быка по 40 ракет и собственно говоря станка умирает значит существуют еще другие нюансы прохождения да там на тенге скажем на тенге она тоже ракетная то есть существуют те же самые проблемы с джамом вот но при этом на у тенге бонус на дальность то есть и не нужна рига на дальность и есть такой момент то что у тенге на один лаунчер побольше поэтому там побольше дпс получается вот если скил вы хорошо прокачаны стоят правильные риги и правильные импланты то по идее вся эта мелочь она на фьюри ракетах то есть даже не нужно ставить ставить не какие там пресижен и так далее вот никакие ракеты с повышенным с повышенной скоростью взрыва и уменьшенной сигнатуре чтобы лучше попадали и можно просто альфовать то есть ты залпа просто 6 лаунчеров ты альфуешь любую мелочь также скорее всего это происходит на хамловый тенге я честно не летал на хамловый тенге но скорее всего там именно так это происходит поэтому это ускоряет прохождение в этом плане вот и есть еще нюанс другое прохождение на кораблях дроновских значит если ты проходишь на дроновом корабле да то есть основным оружием твоим являются именно дроны то это и лишь то но там как бы все печально я не буду рассказывать про вообще нету 3 потому что для меня это немножко дикость проходить десятки не надо 3 значит если вы профессиональник вы хотите заниматься постоянно десятками то конечно надо выкачивать это их обязательно значит существует а вы корабли как протеус это голенский т3 грейсер вот значит он проходит десятку немножко иным способом он проходит ее на дронах то есть все всю мелочь всю всей элитфриги до до последнего кармана который воспользуется будет мы убиваем дронами и станку в последнем кармане вы тоже пилим дронами но мелочь всю мелочь последнем кармане мы смартим то есть туда ставится 3 сморты и собственно говоря ты начинаешь бить станку сразу в момент как ты сюда приварпал вот потому что вся мелочь ты не тратишь время на убойка мелочи ты просто его спортишь поэтому это сокращает про время прохождения плекса до минимум до минимума то есть где-то минут 13-15 выходит вот у меня на локи в зависимости от везения как будто в карманах уходит вот бывает где-то давайте так 17 до 25 минут вот но повторяюсь от это у меня не скиллы на ракеты не перфектные как бы от этого еще очень сильно тоже зависит вот на протеус для как проходить на протеус я обязательно засниму отдельный горит так ну дальнейшее наверное видео я промотаю то есть мы просто берем отстреливаем 3бк в станку от варку и прилетаем уже за каркоконтейнером и Продолжение следует... Продолжение следует... Так, собственно говоря, сейчас у нас станция погибает. Мы обязательно букаем контейнер, не забываем про это. Контейнер забукался. Теперь мы отварпываем на плюсовую цитадель. Или мы отварпываем на наш спот в космосе для того, чтобы развернуть мобайл-депо, которое мы обязательно возим с собой и перифидится. Нам надо будет подождать, пока Плекс пропадет. Так, значит, прохождение на Локи сопряжено с прохождением на Тенге. То есть точно такой же ракетный корабль. Единственное, что на Тенге побольше все-таки ДПС, по-моему так. И поэтому, в принципе, все то же самое. Поэтому чаще проходят на Тенге. Вот, со всех, что я знаю, на Локи только несколько людей проходит. Разрешение получено. Только потому, что у них просто, в принципе, прокачан Локи, а не Тенгл. Так, мы докаемся. Собственно говоря, переставляем наши подсистемы. Убираем из лоуслота балконы. Кладем себе в карго обязательно. Наш фит. Не забываем. Перефичиваем лоуслоты. Активируем коверклоку. Undockаемся обратно. Ждем, пока на таймере будет 3 минуты. Флаг участия в бою с NPC. И когда будет 3 минуты, Плекс уже наверняка пропадет. Также у Локи есть дроны, но я их не использую. Просто держу на всякий случай. Если надо будет кого-то отстрелить. Или если зажопят на гайке, то, в принципе, это поможет. Лучше всего держать... То есть у меня сейчас неправильные дроны лежат. Лучше всего держать 300-е хорнетки. То есть дроны с джаммом. Чтобы хотя бы у вас был шанс отжамить рецептер. Допустим, скан резный, который у вас поймает. Потому что вы просто прожали клопу. Вот. И отварпать. Так, ждем. Пожалуйста, у нас уже 15 секунд. Проверяем подскана, всякий случай. Подскан чистый. Вот у нас 3 минуты, но уже, в принципе, можно варпать. Да. Мы варпаем, надпись не выскакивает. Это означает то, что Плекс пропал. Так происходит с большинством Плексов. То есть все номерные Плексы, которые мы делаем, делаются именно по такой схеме. За букву контейнер от варпал перефитился варпу и разбирать из контейнера лут. Вот наш контейнер. Посмотрим, что нам выпало. Ну, достаточно неплохой дроп. Выпал амплифайр. Резист этот дешевый. Коробка выпадает всегда. Всем приятных полетов. Всем удачного дропа и лута. Всем пока.